Сергей Кожугетович Шойгу – образцовый единоросс. Вот спросите себя, какие взгляды у Шойгу на социальную политику? А на налогообложение? А на экономику? А на внешнюю торговлю? А на бизнес? Тяжело ответить? А ведь это разговор про лидера партии на выборах. А теперь спросите себя, поддерживает ли Шойгу Путина? И вот здесь у вас сомнений не будет. Конечно поддерживает, и в этом он плоти от плоти единой России. Никаких взглядов, кроме поддержки власти. И нефть, и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наша преимущество – Путин, и мы его должны защитить. Зато такая позиция неплохо монетизируется. Безусловная поддержка действующего главы государства позволяет семье Шойгу неплохо зарабатывать на этом самом государстве. Ксения Шойгу курирует проект «Остров Кронштадт» с многомиллиардным государственным финансированием. А проект «Дочери Шойгу. Гонки героев» удивительным образом использует инфраструктуру военного ведомства и постоянно получает поддержку Министерства обороны. Да и остальные бизнес-проекты семьи Шойгу так или иначе завязаны на государство. То губернатор Подмосковья землю выделит на Рублевке, то в партнерах крупнейший получатель госконтрактов. В общем, все как у классического чиновника-единоросса. Путин как специально предложил во главу списка «Единой России» человека, олицетворяющего основные пороки партии власти. Он как будто намекает нам, говорит, ну, знаете, не могу агитировать против ядра прямо, но вы же не будете голосовать за партию с таким первым номером. Субтитры создавал DimaTorzok